Здесь у меня серия монет, которые были выпущены в Польше в далеком 1933-1934 годах. На всех них лик очень миловидной и красивой женщины с королевской тиарой. И вот, ну, попалась серия монет, и попалась, как бы, положил я их куда-то там, в запаснике, лежала, изредка красовался. И вдруг, совершенно неожиданно, выяснилось, что это Едвига, королева Польши. Вот с 16 октября 1384 года по 1386 год она владела, так скажем, была королевой Польши. Вот что за женщина заинтересовала. И вот выяснилось, что это, вероятно, всего, родилось в Вышеградском замке или в Будайской крепости. Отец Едвиги строил обширные династические планы. Имея трех дочерей, он желал путем брака приобрести для каждой из них корону могущественного государства. С этой целью он обручил свою младшую дочь Едвигу, когда ей было только 6 лет, с австрийским эрксгерцогом Вильгельмом. Вот, надеясь, соединить таким образом австрийские владения с Венгрией. Однако смерть его старшей дочери Екатерины заставила Людовик изменить свои планы. Договором в Кошицах в 1373 году польские вильможи обязались признать Екатерину своей королевой. Но после ее смерти на съезде в Вальцоле они согласились передать корону королевства польского ее сестре Марии и ее будущему супругу Сигизмуду Люксембургскому Бранденбургскому Маркграфу. В таком случае Польша и Бранденбургская Маркграфса объединились бы в одно государство, но и этот план не увенчался успехом. После кончины Людовика польские вильможи и шляхты на съездах в Радаме и Вислице постановили признать наследницей польского престола ту венгерскую принцессу, которая будет жить постоянно в Польше. И составили для защиты этого постановления конфедерацию. Вот это постановление направлено было против Марии, так как она была провозглашена венгерской королевой. В Польше началась борьба политических партий, доходивших до открытого междоусобия. Партия сторонников Едвиги взяла вверх, а она прибыла в Краков, где и была совершена над ней коронация. Законы Польши запрещали возводить на престол женщину, вследствие чего Едвига официально титуловалась королем. Вот то, что вы видите, это на самом деле не королева, а вот взяли и назвали королем, чтобы как-то обойти закон. Закон, закон. Приятно, что хоть кто-то его чтет. За Едвигой в Краков приехал ее жених, герцог австрийский Вильгелем, с намерением помечаться с ней. Но в это время политика магнатов, правивших Польшей, изменилась, так как представилась возможность заключить весьма выгодный союз с Литвой. Они решили выдать Едвигу замуж за литовского князя Ягайла. Горячо любившая своего жениха Едвига сначала противилась этим планам. Очень даже, по преданию, хотела с топором в руках разбить ворота Краковского замка, чтобы отправиться на свидание с женихом. Опекуном королевы Едвиги был Димитр из Горая. Ян Блогуш пишет, что в 1385 году, когда князь Владислав Польщик, сторонник Вильгельма Габсбурга, занял Вавельский замок в Кракове, Едвига рубила ворота топором, чтобы уехать с Вильгельмом. Дмитр удержал королеву, что впоследствии нашло отражение на картины Яна Матейка, который писал на истории Польши картины с таким сюжетом. По достижении 12-летнего возраста Едвига вышла замуж за литовского князя Ягайла. Краковский епископ Петр Выш убедил королеву в величии предстоящей ей миссии. Став женой литовского князя, она обратит целый языческий народ в христианство. 18 февраля 1386 года состоялся ее брак с Ягайла, и с этих пор ее жизнь обратилась в подвиг, благочестие и самопожертвование. Радив в 1399 году дочь, которая умерла через месяц Едвига, вслед за тем умерла и сама. Едвига была известна своей добротой и ученостью, благочестием, владела четырьмя языками – польским, венгерским, французским и латынью. Она охотно помогала бедным и незадолго до смерти продала все свои драгоценности с целью преобразовать и расширить Краковский университет. Поэтому она была похоронена с простым деревянным шаром и деревянным жезлом вместо скипитра и державы. Они были найдены в ее гробнице при эксгумации и вот ныне демонстрируются рядом с ней в соборе Вавеля. Ныне на стене университета висит памятная доска с ее профилем. Имя ее едва ли даже при жизни стала обрастать в народе легендами. Рассказывали, например, что однажды, когда она всю ночь напролет молилась перед деревянным распятием в соборе Вавеля, Христос с этого распятия заговорил с ней. Это распятие до сих пор показывает как реликвию. Однако католическая церковь только в 1986 году объявила ее блаженной. А в 1997 году Папа Иоанн Павел II провозгласил ее святой. Так что у нас на монете одновременно и король, и королева, и святая. Вот такая у нас на сегодня тема. Монеточки серебряные. В руках держать очень-очень приятные для рук. Ну, серебро, оно имеет такое свойство, притягиваться к рукам. И поэтому, как бы, чего-то там удивительного нету. Ну что ж, очень хорошо. Все могут короли. И судьбы всей земли вершат они порой. Но только по любви не может выйти ни один король. Ну что ж. На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok